здрасте с вами ультра и сегодня я покажу как можно копать ресурсы в майнкрафте начнем с первого способа итак копаем где-то до 11 блок у меня стоит рейс мини-мап он показывает на каком сейчас блоки стою ну в данный момент на 31 он то число в скобках возле крестика так немножко пропидорасил так копаем три блока вперед один влево два вправо можете один справа два влево разницы не не несет и один вверх готово ставьте по центру комнатах и факелы я думаю про лестницу вот здесь напоминать не надо я отмечу местных должных песен с факелами теперь выбираем любой а абсолютно на левом краю стены то есть здесь 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 или здесь далее что мы делаем берем понравившийся угол копаем вот такой главный тоннель но сделал важно точнее не освещаем теперь что мы вытворяем проходим два блока пихаем факел и выкапываем вот такой тоннель длиной 6 блоков теперь три блока по направлению движения главного тоннеля и выходим к самому главному тоннелю здесь освещать можно как угодно тем более он это потребуется на поздних стадиях копания опять по направлению головного тоннеля как только вы сделали вот такую вот змеюку то есть прокопали 6 блоков там прокопали 6 блоков тут пихаем сюда факел теперь повторяем операцию ну копаем уже 12 блоков то есть у нас получается здесь вот здесь нужно уже освещать так здесь и накопал лишнего я ни хрена не вижу поэтому буду копать как есть стоп что нет не нравится похоже главный тоннель кончился ну да так и есть дальше проделывается с той стороны дырку раз два три четыре пять шесть как раз ставьте здесь еще один факел продолжаете копать на уже восемнадцать блоков то есть вот так вот накидываете по шесть а почему ставить факел именно так объясняю допустим ой закончили копать вышли там куда-то не знаю погулять поспать прогуляться с бабами еще куда-то ну или с парнями как повезет так вот вот вы вернулись и забыли сколько вы копали последний раз смотрите ага первый факел шесть двенадцать вот восемнадцать значит здесь вам следует начинать копать восемнадцать а если допустим у нас вот такая ситуация то есть 612 а здесь факела нет что мы делаем мы просто продолжаем выкапывать следующую серию тоннелей получается что у нас здесь восемнадцать все верно ну и вот опять нездоровая фигня теперь поднимаемся я покажу второй способ суть проста копаем яму шириной два блока длиной произвольное количество блоков по глубине тоже произвольное количество блоков может конечно купонуть десять тысяч блоков но я думаю что и дороснет такой игры скажем так по сути это будет тяжелая монотонная работа будет гораздо больше чем фан итак что мы делаем дальше мы начинаем выкапывать вот такие вот шахты промежуток между ними три блока высота самих шахт два блока дальше я наверно копану еще немного вниз чтобы было нагляднее как это будет выглядеть то есть вот у нас получается вот такие шахты а что мы вытворяем дальше мы выкапываем вот под этим средним блоком еще одну такую же то есть получается вот так вот под средними блоками и этих промежутков выкапываются еще такие же шахты дальше мы опять выкапываем вот тут вот тут то есть получается расстояние между вот этими шахтами два блока можно метить эти шахты как угодно можно метить их там не знаю шерстью мочой как душе угодно здесь по моему копану не так признаюсь мой косяк признаю начальник забазарился так вот у нас получилась вот такая вот конструкция признаки от вопроса допустим у нас стенка ну не сколько даже не 10 блоков как у меня около 60 что творить тогда ответ прост делается вот так потом берется и лазится в нужную шахту блин пока делал там обклеился тут можно сказать что одна лестница способна обслуживать это три шахты то есть вот это можно было и не делать вместо нее отлично поработало это то есть у нас получается вот здесь можно было повесить потом здесь и здесь лестница у нас бы обслуживать все шахты то есть можно не каждый блок а через одну ну это прогрессивные методы копания а теперь самый геморройный метод это конечно же карьер делается он просто выбираем место поравнее я предпочитаю пустыню потому что равнины хрен найдешь если говорить по-русски выкопаем блок потом делаем вот так потом вот так ну и так далее в таком духе получается как будто бы гигантская квадратная сверло высверливают всю эту систему на хрен то есть дальше кому любопытно получается вот так ну это тут и я слегка наблидорожил поэтому он выглядит как а после атомной войны здесь как приведут более-менее удобоваримый вид то есть дальше получается вот так и вот так далее вы его копались квадратами до тех пор пока не дойдете до админиума дальше можете раскапывать его вширь то есть получается что у вас в основании лежит квадрат х за какого размера и все это закатано в админиум ну там с примесью камней конечно потому что я предпочитаю копать до пятого уровня у меня с примесью камней иначе пол получается деконированный а потом амфитеатром расходят собственные ямина плюсы гарантированно проверяются все блоки в любом из прогрессивных методов остаются непроверенные блоки что в первом что у втором дальше можно не опасаться за освещение освещение требуется только в ночное время а в ночное время вы обычно спите чтобы не пидораситься с враждебными мобами это так минусы охренительно трудно я понимаю минусы охренительно долго я понимаю но когда вы начинаете копать алмазы с вероятностью сто процентов поверьте мне вам будет уже не до минусов если вы роете его вручную советую какие-нибудь еба механизмы из индастриал крафта и тому подобного а лучше поручить это дело компьютер крафтовской черепахи я все рекомендации дал дело ваше лично мне нравится первый способ за его простоту и нетрудоемкость второй за его ну скажем так прогрессивность потому что он практически все блоки проверяет третий метод за количество принесенного утили строй материалов однако до свидания жду ваших подписок пальцев вверх комментариев до скорого и Субтитры создавал DimaTorzok